Вы лежали на уроках, а вот в Брестской санаторной школе-интернат ученики занимаются лёжа на ортопедической кушетке. А если ребёнок устает, кушетка собирается в положение разгрузки позвоночника. Есть ребята, которые находятся в специальном лечебном корсе «Тишино» 24 часа в сутки. Снимают лишь тогда, когда нужно идти на плавание, ЛФК или при гигиенических процедурах. Все уроки сокращённые по 40 минут, и на каждом занятии есть физкульт-пауза. Брестская санаторная школа-интернат – единственная на территории области, где применяют новейшие методы и средства исправления деформаций позвоночника различной степени тяжести. Здесь находятся 240 учащихся, у которых заболевания костно-мышечной системы и соединительные ткани. То есть это сколиоз, лордоз, кифоз и инертопедические патологии. Дети со всей области – это областное учреждение образования. И в настоящий момент мы начинаем приём заявлений законных представителей, родителей на следующий учебный год. То есть учащиеся, которые пойдут в следующем году на 3-9 класс, мы готовы принимать заявления. У Валерии Янковец и Софии Левковича одинаковые заболевания и диапатически прогрессирующий сколиоз. Девочки живут вместе, их будни протекают в корсетном режиме. График расписан по минутам. Лечебная физкультура, плавание, уроки. Но чем бы девочки не занимались, они соблюдают золотое правило – следят за осанкой. В плане здоровья тоже очень хорошо, все процедуры, какие-то плавания, ЛФК, всё очень помогает. Ну, действительно, заметно даже какое-то просто состояние. Комфортно жить, очень комфортно, и спальни, и коллектив в классе. На самом деле, первое время я очень боялась, что не смогу ни с кем познакомиться, и была очень зажата. Но страх был напрасен, потому что здесь все очень открыты, и не только дети, но и учителя, и все медсестры в медблоках. Всегда все готовы помочь, поэтому здесь комфортно и жить, и находиться в принципе. Всегда рядом есть люди, которые поддерживают. Какое-то обучение, грубо говоря, к будущему, без родителей. И на самом деле, это огромный опыт. И в здоровье чувствуется, что намного лучше. Образование с пользой для здоровья. Санаторная школа сегодня готовится принимать новых учащихся. Из года в год в учреждения съезжаются ученики из разных уголков региона. Учебному заведению 51 год, и за это время здесь оздоровились 12 тысяч детей. Уникальность школы в здоровье, сберегающих технологиях. Новое оборудование, современная спортивная база, разнообразный и полезный досуг. Здесь делается все, чтобы исправить имеющиеся нарушения осанки. Очень много кружков различных, секций. Кружки в основном художественно-эстетическая направленность. Дети с удовольствием их посещают. Также физкультурно-оздоровительная направленность. Востребована очень стрельба из лука, дефиле. Девочки дефилируют у нас девятиклассники. Ну и как результат, это на общешкольных мероприятиях все. Мы прослеживаем, все видно. Результат нашей воспитательной именно работы. Невзирая на то, что ежегодно контингент детей в нашей школе меняется, Тем не менее, результаты у нас есть и в олимпиадном движении различного уровня, и в конкурсах, и научно-практической конференции. Если даже брать сегодняшний учебный год, то у нас есть победитель третьего этапа республиканской олимпиады по математике. Это Кашевский Виктор, учащийся девятого класса. Мы, конечно же, рады, что у нас есть такая довольно-таки большая победа. Но, пожалуй, самая главная победа детей – победа над болезнью. При низких степенях заболевания эффект от лечения высок, он составляет 80%. В санаторной школе говорят, чем раньше начат комплекс оздоровительных мероприятий, тем лучше.